Леонид Васильевич после войны Что если все останется как есть на сегодняшний день в нашей судебной практике А я езжу по практически всей России и вижу суды в глубинке и в столице То будет примерно следующая процедура Сейчас нам скажут, ребята, вы собрались и требуете свободы Но следствие еще не закончено, а впереди справедливый и гуманный наш суд Но после того, как суд вынесет, не дай бог, обвинительный приговор Нам скажут, не все возможности исчерпаны, идите в кассацию Когда кассация перепишет этот приговор, нам скажут, идите в надзор А потом скажут, все, наши инстанции закончились и до свидания И мы, так же как с другими нашими боевыми товарищами, не будем знать, что делать дальше Поэтому здесь и сейчас я обращаюсь к президенту Российской Федерации и говорю Господин президент, у нас украли основное конституционное завоевание Украли принцип презумпции невиновности во всех судах общей юрисдиции Российской Федерации Она не действует, и вы все присутствующие здесь это прекрасно знаете Что если кого-то надо закатать силовыми методами в асфальт Это будет сделано и сделано вполне формально, правильно, с законной точкой зрения Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я лично и хорошо знаю этого героя России, этого солдата России Это честнейшего человека, который вот всю свою жизнь посвятил защите Отечества И даже после тяжелого ранения, после отставки он мог уйти на пенсию и жить спокойно Тем не менее, он, во-первых, передавал свой опыт, свои знания богатейшие молодому поколению Преподавал, организовал обучение Он продолжал служить, честно продолжал служить России И он, как истинный патриот, как солдат России, он не мог мириться с тем, что происходит Но мы видим, какова сегодня политика власти Это сдача России, это оккупация России Это насаждение некоего фашизма в перемешку с нацизмом в России Это политика уничтожения коренных народов России И вот уничтожение, они не только там спаиванием Проводят, реализуют в жизни наркотиками Бездуковностью, безнравственностью Отнятием у коренных народов России их природных ресурсов Их будущих Они в первую очередь вышибают тех, кто стоит во главе вот этого процесса сопротивления Леонид Григорьевич, ну а как Вы считаете, могло действительно вот в недрах отставных военных созреть что-то вроде заговора? Вы знаете, я не только генерал, но и доктор исторических наук, в какой-то мере ученый И когда вот бросают обвинение, что какие-то отставники готовили военный переворот Ну я говорю, Вы найдите где-то в истории любого государства, не только России Чтобы военный переворот совершали отставники Это просто глупость Это сплошная глупость И это цинизм, властный такой политический цинизм Военный переворот, он и называется военным переворотом Что его совершают военные, состоящие на соответствующих должностях Ну, в структурах военной власти И поэтому это просто вот дикое издевательство Над самой историей и, конечно, над людьми Такими, как полковник Хабаров Речь идет о том, что появляются такие яркие люди Которые говорят народу правду Которые призывают к сопротивлению вот той оккупации страны Ее разграблению Такие люди, как Леонид Васильевич Хабаров Они тоже вот людям открывают глаза И своим примером показывают Что нужно сопротивляться тому, что происходит На земле русской, на земле всех коренных народов России И это, конечно, они для властно-олигархической шайки Воровской шайки Которая добивает, грабит Россию Они такие люди опасны И поэтому они или заточаются в казематы Или вот как полковник Буданов убиваются просто Ну или умирают неожиданно Как Виктор Иванович Илюхин, например Много, конечно, можно говорить Но, наверное, понятно всем и каждому Что под словом реформа Если называть своими именами Идет разрушение Ну или уничтожение Вооруженных сил Основы Фундамента нашего государства Это понятно Что руководство Подобранное по принципу В своей основе По принципу Чего изволите Как бы это Политкорректнее, что ли, сказать Вот Помягче Вот Приспособленцы Вот Понятно, что Сердюков Министр обороны За свою деятельность Сделал столько По разрушению вооруженных сил Что никакому ЦРУ И не снилось Понятно, что Его, как государственного преступника Ожидают Это тоже понятно Арестовывать легендарного полковника Приехала следственно-оперативная группа Из Москвы Оперативники Перевернули всю квартиру В поисках оружия И нашли Именную саблю Коллекцию ножей Коллекцию редких патронов По одному патрону разных видов И аптечку с промедолом 30-летней давности Память о ранениях В Афганистане Сочтя Что такого арсенала Вполне достаточно Для совершения Государственного переворота Леонида Васильевича Забрали Заковав В наручники А в информационные агентства Запустили Официальную страшилку Дескать В ходе серии обысков Изъято оружие Взрывчатые вещества Боеприпасы Спасибо всем Что пришли Что вам не безразлично Данная ситуация И сам Леонид Васильевич Хабаров Но вот мы с вами Говорим о том Что Путин 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 Вы думаете он не знает? Знаю Конечно знает У нас только ленивые Уже наверное не знают Очень много друзей Друзей Леонида Васильевича Которые считали В свое время честь Ему пожать руку Грубо говоря Рядом даже постоять Сейчас даже На вызовы На телефоны не отвечают Забыли Делают вид Что не видят В то время Когда Вот эта группа лиц У руководства страны Наверное училась воровать Леонид Васильевич уже С гордостью Скажем так Защищал родину А на сегодняшний день Показывает То что мы возвращаемся В 1937 год Ни руководства страны Ни скажем так Следственные органы Органы ФСБ Прокуратуры Никому нет дела До этой ситуации Потому что столько писем Было написано Это ужасно Ну и Я вот сегодня посмотрел Люди пришли Кто на костылях Да Ветераны И так далее И у меня вот в голове Созрели Не созрели А вспомнил я слова Из хорошей песни Игоря Талькова Там Рабочий Киркою Протезом Афганец Ну а я кое-кому Запустил кирпичом Вот только этого Кое-кого Знаете Не найти Потому что у нас Народные избранники Они боятся Народа Наверное Запылился на полке Парадный мундир Точит моль Золотые погоны Нам досталась судьба Защищать этот мир Вне закона Вне закона Нам досталась судьба Защищать этот мир Вне закона Вне закона Нынче дел не зло Не боится креста Беспредел Примеряет корону Значит каждый В ком совесть По ныне чиста Вне закона Вне закона Значит каждый В ком совесть По ныне чиста Вне закона Вне закона Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok